Астрологический прогноз для обезьян на 2024 год. Восточный гороскоп для обезьяны на 2024 год составлен астрологами с учетом положения небесных тел на небосводе, они предугадывают, каким будет следующий период. Во внимание принимается и характер хозяина дома, ведь он будет оказывать влияние на всех людей без исключения. Год – високосный, что тоже накладывает определенный отпечаток. Астрологический прогноз рекомендует приготовиться к следующему. К стремительному изменению мира, разрушению привычных устоев. Многочисленным событиям, которые захлестнут с головой. Большому количеству трудностей, задача которых будет заставить человека развиваться духовно и физически. Испытанием и проверкам Вселенной на прочность. Конфликтом с близкими людьми, если они под влиянием огнедышащего ящера, не смогут справиться с эмоциями. Деревянный дракон не умеет унывать, отличается гибкостью и способностью подстраиваться под обстоятельства. Поэтому независимо от них, все изменения в жизни будут вести к благополучию. Не благоволит мифическое существо пессимистам и людям, склонным к меланхолии. Им придется поменять свое мировоззрение в 2024 году или приготовиться к трудностям. Прогноз для мужчин. По гороскопу 2024 год для обезьян мужчин наполнен новыми знакомствами, многие из которых окажутся полезными для продвижения по карьерной лестнице. Но следует быть осторожными и не доверять деньги сомнительным личностям. Даже если человек предлагает проверенную схему, не стоит забывать об активировавшихся мошенниках в год дракона. Лучше выбрать надежные инвестиционные инструменты. Холостякам не грозит одиночество в 2024 году. Случайные встречи, знакомства в компании друзей и даже вновь объявившиеся бывшие станут причиной бурной личной жизни. Если в планах нет обзавестись с семьей, то следует помнить о необходимости сохранения дистанции. Для желающих сделать предложение своей второй половинке, 2024 год – лучшее время. Подходящим этот период будет также для поездок. Деловые командировки пройдут успешно и помогут решить вопросы, увеличить финансовые потоки. Туристический отдых, независимо от того, в пределах страны или за границей, доставит много удовольствия и расширит кругозор. Прогноз для женщины. Гороскоп для обезьян-женщин сулит много путешествий. Большинство из них будет в пределах страны, но наполнены интересными событиями. 2024 год – подходящий период для саморазвития и освоения новых навыков и знаний. Если есть идеи или в планах был свой бизнес, самое время его реализовать. Дракон будет благоволить настойчивым и уверенным в себе людям. В любовной сфере у семейных женщин, родившихся в год обезьяны по китайскому календарю, все стабильно. Способствовать гармонии между супругами будет зеленый цвет хозяина года. Но в некоторые периоды благополучие может оказаться лишь иллюзией. Поэтому звезды напоминают о том, что над отношениями нужно всегда работать, а не полагаться на то, что все сложится само собой. Свободным дамам астрологический гороскоп обещает много новых встреч и интересных знакомств. Любовь в 2024 году. В любовной сфере будет сопутствовать удача. Обилие знакомств и интересных встреч не даст заскучать или почувствовать себя в одиночестве. Но такой круговорот людей вокруг таит в себе опасность. Кроме разочарований, возможны серьезные финансовые потери. Звезды предостерегают от общения с несерьезными и ветренными личностями. Они могут принести серьезные неприятности. Люди, родившиеся в год обезьяны по восточному календарю, отлично поладят с лошадью, кроликом, драконом и петухом. В 2024 году высока вероятность встретить свою истинную любовь. Но найти ее в череде разнообразных знакомств и увлечений может оказаться непростой задачей. Несмотря на суеверие о том, что 2024 год не подходит для свадьбы, потому что високосный, китайцы считают его идеальным временем для регистрации отношений. Все потому, что дракон одарит молодоженов богатством и удачей. Следом идут мрачные год вдовы и год вдовца. Если в планах было официально зарегистрировать отношения, то лучше это сделать в 2024 году. Денежный прогноз. Финансовый гороскоп для обезьяны на 2024 год оптимистичный. Серьезных проблем с деньгами не стоит ожидать людям, занимающимся физическим трудом. Но не весь год будет спокойным и беспроблемным, весной могут возникнуть определенные трудности. Стоит их расценивать не как испытание Вселенной, а лишь стимул двигаться в сторону увеличения дохода. Звезды советуют в 2024 году не отказываться от любых заработков, даже небольших. Мелкие подработки могут легко перерасти в основной источник дохода. Увлеченные личности, которые много времени и сил отдают любимому делу, сильно преуспеют. Им стоит задуматься о реализации себя в хобби. Если знаний и навыков не хватает, то 2024 год станет лучшим временем для прохождения обучения. Карьера Работникам умственного труда звезды обещают много испытаний. Некоторым придется задуматься о сфере деятельности, что непременно приведет к финансовому благополучию. Огнедышащий ящер будет благоволить упорным людям, уверенно идущим к своей цели. Если работа не нравится и не приносит удовольствия, стоит присмотреть подходящие курсы или попробовать реализовать себя в хобби. Звезды предостерегают от участия в сомнительных затеях, обещающих большой доход при минимальных затратах времени. Таким способом добиться успеха не получится. Несмотря на то, что 2024 год для многих станет годом стремительного карьерного роста, он также может принести и разочарование. Много испытаний ждет руководителей. Коллектив не будет проявлять полной самоотдачи и потребуется решать возникающие проблемы, пробуя новые способы взаимодействия с людьми. Звезды рекомендуют обновить методики курирования работы различных отделов с учетом специфики года. Здоровье. Люди, родившиеся в год обезьяны по восточному гороскопу, одни из немногих, кто могут похвастаться крепким здоровьем. Они редко болеют, а обычные ОРВИ переносят легко и без осложнений. Но большое количество стресса в 2024 году может привести к затяжным недомоганиям. Даже молодым людям рекомендуется пройти профилактические обследования, чтобы исключить наличие хронических патологий, которые протекают без симптомов. Упадок сил стоит ожидать в конце лета. Энергии не хватит даже на выполнение рутинных дел, поэтому реализацию планов и задумок потребуется отложить до середины осени. В этот период важно сохранить покой в душе и не ругать себя за простой. После небольшого перерыва получится восстановить силы, вернуться к работе и в полной мере все наверстать. Субтитры создавал DimaTorzok